Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. 14 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Пятница продолжается, пятница набирает оборот. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Друзья, с удовольствием мы представляем наших музыкантов, которые сейчас уже готовы поднимать настроение еще больше. Основатель коллектива, трубач-композитор, мы говорим о солистах джаз-данс-оркестра, Вадим Зайдин и солистка Дарья Лиман. Даша, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо огромное, что вы к нам пришли. У нас много таких поводов интересных, чтобы с вами пообщаться, поговорить. А мы как раз по любому поводу. Вот, вот. Уже завтра, 23 июня, состоится ваш концерт. Вот давайте прям с этого и начнем. Завтра, да. Мы играем в клубе, джаз-данс-оркестра играет в клубе Алексея Козлова, джазовый клуб такой есть. И мы там презентуем наш новый такой диск, пластинку. Обычно мы все время играли уже очень много лет в таких активных ритмах, а тут будет такая спокойная музыка, так называемый лаунж в стиле радио-ФМ. Релакс-ФМ, я хотел сказать. Ну и вот такое вот все. То есть можно приходить, получить удовольствие, расслабиться. Можно уснуть там в хорошем смысле. Да нет, зачем? Улететь, точнее. Вадим, чьи это композиции, чьи песни, кто автор вообще, откуда, как это получилось? Это все, вот как обычно люди на релаксе-ФМ делают, берут какие-то известные западные композиции, которые уже где-то, может быть, в веках потерялись из популярной музыки и делают в легком таком стиле музыкальном, в лайтовом. И релакс-ФМ, вот в стиле релакс-ФМ все это. Это будут известные какие-то композиции. Но подбирал ты? Подбирал, да. Так опять получилось, что ты мне ничего не советовала, я не помню. Даша, я же так ухмынулась немножко. Почему это? Почему? Даша, конечно, ухмыльнулась. Она когда вошла сюда, говорит, ухмыльнулась, что я на ее месте. Дашенька, есть ли у тебя право уже, вот скажи, в коллективе советовать, настаивать на той или иной песне? У меня всегда есть право. Я в свободной стране. В свободной музыкальной стране. Страна-то свободная. Вадим написал текст, и она по тексту шпарит. Молодец. Паспорт у меня при себе, так что я тоже свободная. Даша, ну давай, с твоей стороны, что завтра ждать, чего ожидать? Поделись. Я думаю, ждать расслабляющей атмосферы. Очень хорошо с вином подойдет атмосфера. С красным, с белым, возможно. Побивая что-то из чашечки, говорит нам Даша. Мы же не знаем, что. Мне кажется, у нас всегда такие шутки получаются, что я что-то на стороне и поем, что я тут такое пью. Или белое. Белый кофе, красный кофе. Да, в общем, расслабляющая атмосфера, очень приятное такое, не драйвовое пение. В общем, отдохнуть душой, сердцем всеми, открыть все свои чакры. Перезагрузиться. Скажи, пожалуйста, ты всегда понимаешь, о чем поешь? Ведь ты же поешь на разных языках. Как это происходит? Ну, я в основном пою на английском языке, поэтому я понимаю, конечно. Если я что-то не понимаю, я посмотрю, перед тем, как подготовились. Подготовились. Вот, поэтому понимаю. У нас, кстати, небольшой сюрприз сегодня будет, потому что наши гости исполнят композицию. Чуть попозже, это я так закидываю удочку, можно насладиться уже сегодня, начать. Не только завтра, а сегодня расслабиться, перезагрузиться. Друзья, небольшой трейлер концерта будет у нас до конца этого часа. Да, да, коротенький такой. А так, получается, моросейка 9-2, правильно все? Завтра, 23 июня. Вот адрес мы не знали. Ребята, в общем, завтра моросейка 9-2. Коскальки нам приходить, коскальки приходить. Если вам еще Алексей Семенович не сказал, где именно находится его клуб, вот, клуб Алексея Козлова находится именно там. Ну, сколько человек, скажите еще. Сколько человек, расскажите нам. До конца часа мы вам скажем всю информацию, где ваши гримерки, так что... Спасибо. А как, смесь будут? Надеемся, что да. Да, как минимум, бутерброды вкусные вам будут. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». У нас продолжается общение с лидером команды «Джаз Дэнс Окестр» Вадим Зайдин сейчас в студии. Даша Лиман на подходе, потому что сейчас у нас тут как раз фэн-клуб. Даша раздает автографы. И вот как раз у него... Даша просто входит вот так буквально в кадр. Отпустили фанаты. Спасибо, ребят, в следующий раз. Спасибо, пока. У нас в стране такой масштаб, когда весь мир приехал к нам. Следите за чемпионатом мира по футболу. Как-то отражается на вашем рабочем процессе. На рабочем нет. Нам приходится репетировать и репетировать. Толпы людей не помеха. Но очень приятная атмосфера. Прямо очень дружелюбная. Вдохновляет, да? Очень, ну вообще да, поднимает. Вы болельщики вообще, скажите? Я нет, наверное, я не болельщик. Хотя вот такие знаковые чемпионаты, ну так, смотрю одним глазком. Ну вот в целом, как-то понимает, даже если ты не фанат, атмосфера другая. Да, 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 понимает, очень приятно. А я вот в детстве играла в футбол, да? Так и я играл в футбол. А болеешь сейчас за команды какую-то успеваешь? Я вот сегодня болею, правда, но не по футболу, а просто заболела немножечко. А насчет команды, конечно, всегда за своих болеешь. Но я включила футбол, вот когда сейчас недавно матч был Россия, с кем мы играли? С Египтом, я тебе расскажу, 3-1. Да, 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 я у меня очень все в доме радовались, и было все такое. Я нейтрально отношусь. Но я очень рада, на самом деле, это здорово, но я подумала, что я могла бы лучше. Вот так футболисты смотрят на нас, как мы играем, мы тоже, да, что там играть? Мы могли бы лучше. На каком моменте, на какой позиции ты бы играла, скажи, нападение защиту? Нападение, нападение. Все, да, Шалимон, да, нападающая. Я был вратарем в Сулуре. О, класс. Мне очень было страшно быть вратарем. Я был непробиваемый. Непробиваемый Зайдин, так его и звали, да? Кстати, очень запоминающиеся, помили? Да, и на майке, как классно бы смотрелось. Номер один. Или Вадим Крепость, да. Вадим Крепость, да. Даша Забивака. Да, Даша Забивака. Как символ сейчас футбольной сборной. Друзья, я еще раз хочу напомнить, что завтра у команды джаз-дэнс-окестра состоится концерт. 23 июня в 20.00. Сцена клуба Алексея Козлова. Так что приходите, будет хорошо. Кстати, знаете ли вы, какая публика придет? Все-таки это клуб Алексея Козлова. Ценевая аудитория. Там джаз знают, любят, уважают. Там не только джаз, но все такое. Там всякое бывает. Мы не знаем, что будет. Не знаю, честно говоря, какие люди придут. Мы там будем первый раз выступать, поэтому посмотрим. Заодно и мы посмотрим. Как вообще лето и началось, и как же вы алонируете в рабочем плане? Много всего? Как насыщено? Что-то есть. Да, есть. Мы уже съездили на фестиваль в Липецк, под Липецк. Там усадьба Скорнякова такая. Воронежские грязи. Может, нравится это название? Воронежские грязи. Грязи. Ну, что из грязи в Москву потом возвращаешься. А очень, вы знаете, прямо таким русским духом там пахнет. Прямо такая усадьба. Прямо в прямом смысле пахнет русским духом. И пахнет тоже, да. Потому что есть там контактный зоопарк, кони. Кони, козы, куры. Всех покормили, всех. Прямо сюда. Прямо удивительная атмосфера была. Хочется кусли взять буквально. Ребята, афиши у вас на сайте есть? Вы следите, куда поедете? Что-то можете сами рассказать? Или просто на сайте все как правило? Я сейчас не слежу за сайтом. Даша, ты отбивайся давай. Что, следишь за сайтом? Я за сайтом слежу. Где увидим вас еще? Куда направитесь? В ближайшее время. Я думаю, что будут у нас концерты, пока, наверное, они еще не определены точно. Даты у нас еще не определены. Но как только так у нас все в анонсах появится. Jazz Dance Orchestra.ru, друзья. Вся информация там. Прощаться время не пришло. Большое спасибо Валерию Меладзе. Только что он в эфире телерадио канала «Страна.ФМ». У нас продолжается программа «Лучшие в стране». Программа информационно-музыкального. Характера. Сегодня у нас там. И я хочу напомнить, Jazz Dance Orchestra у нас в гостях сегодня. И как мы и обещали, у нас музыкальный подарок для нашей аудитории. Потому что сейчас у нас в эфире состоится буквально живой концерт. Исполнение песни какой? Тадашенька, расскажи, да. Не говори. Не говори. Не говори, да. Не говори. Песня основана на реальных событиях. Да. Когда хочется сказать... Не говори, пожалуйста. Какому-то определенному мужчине, который проживает не в нашей стране, да. Например. Или в нашей. Или в нашей. Написана она была не для нашего мужчины, да. 20 лет назад это было, даже 23 года. Да, было в 95-м году. Но песня-то не потеряла актуальности. Конечно. Особенно в нашей аранжевской. Прозвучит ли эта песня завтра на вашем концерте? Да. Пожалуй, да. Кстати, может прозвучать и в двух вариантах. Да ты что. По аранжировку, да. А то и в трех. А то и в трех. Ну в трех нет. А то и в трех. Перебор. В двух. Ну что, мы готовы насладиться. Итак, дорогие друзья. Дарья Лимон устанавливает фотоаппараты, камеры. Вадим Зайдин уже готов тоже. Уже установил. Уже установил. И мы под бурные аплодисменты наши с Ромой. Подложки. Подложки, да. Победы. Помогайте нам. Будем наслаждаться. Обязательно помогайте. Чем можем, поможем. О, класс. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вадим Зайдин. Субтитры подогнал «Симон» Дима, привет. Можем тоже подыгрывать. Субтитры подогнал «Симон» 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 А басист просто сказал Какую-то вы ерунду Что испортили все И я играть не могу А как разруливаете? Никак Кто играл плохо, перестает играть Сразу возвращается в рамки Ребят, клипы планируете снимать? Все-таки нам шкурный интерес Планируем, как раз лето хорошее У нас тоже шкурный интерес С фанатами нужно снять Творческо-шкурный Рассказывайте Мы собираемся Использовать лето Солнечное 1 сентября у нас будет новый клип Сейчас нам дедлайны поставят Хорошо, а что делать? Нужно еще сказать, что осенью Планируется выход альбома Можем что-то сказать? Это вот этот самый альбом Лаунж, так сказать Лаунж в стиле Доработанный Доработанный, дописанный Доработанный, отмастеренный И вот летом, осенью Осенью он появится Сейчас мы будем играть программу из него А сам альбом появится осенью Классо То есть все лето работать будете? Отпусков в команде не предвидится? Вадим, расскажи Нет, все лето будет работать Я думаю, что звукорежиссер Еще кто-то А вы будете отдыхать Рассказывайте Кто хороший Вадим, руководитель? Шикарный Где джазисты отдыхают? Где джазисты отдыхают? А кто как? Кто как? Я не знаю, где джазисты отдыхают Ты же не джазисты Или ты не отдыхаешь Я не отдыхаю, да Ну кто как Я поеду куда-нибудь В Молдавию съезжу Там дом бабушки, дедушки Увижу родственников Я часто туда езжу А я просто бабушки съезжу Для меня отдых это вот где-нибудь в деревне Тишина, покой Музыки никакой нет С утра петух поет Это важно, что в музыке никакой не было Опять перезагрузиться Она там есть, кстати Молдавская народная музыка Где-то вот прорывается Потом Вадим приедет Напишет там о рыжевке Молдавские Само вот место Я понял, оно очень Вот музыка Значит вот в каком-то месте Соответствующая музыка Аутентичное тому месту Да, да, да Вот я прекрасно понимаю Как, допустим, американцы Там южноамериканцы Мексиканцы Калифорнийцы Вот выходят на пляж И у них такая музыка получается Все как-то располагает Все логично Логично, да В другом месте она была бы Да, другая бы там вряд ли бы Получилась какая-то И вот Вот В деревне слышат там Молдавские напевки Где-то ме-е-е-е Очень все естественно Ме-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е А другая музыка не свободна? Не знаю Она слишком... Она прям очень свободна На этой музыковической ноте мы прервемся Дискуссию продолжим чуть позже Оставайтесь в компании Страны ФМ Юноши, девушки, взрослые слушатели Страны ФМ Не плачьте, улыбайтесь У нас Джастенс Окестры Они еще не уходят Мы по-прежнему расспрашиваем И общаемся с ними на разные музыкальные и жизненные темы У вас такое хорошее настроение Это состояние баланса То есть ваше базовое состояние Такое всегда приподнятое На расслабоне в хорошем смысле слова Такое потрунивание друг на другом Это всегда Да? Да Подтрунивание Класс Это заложено в коллективе Джастенс Окестры Подтрунивание Я думала так Страна ФМ влияет Кнопочка какая-то нажимается И у вас тут-то-то-то-то сразу Здесь вообще особенная атмосфера Мы вас очень любим Ой, классно, спасибо Мы пока не знаем Можно над вами потрунивать Над нами Над ромкой можно Я присоединюсь. Скажите, а вообще... Есть специальный человек, да. Плавочка ухалывает. Конечно. Скажите, что поднимает настроение? Ну вот что вас лично вдохновляет? У вас такая работа, когда, ну, фактически нужно быть счастливым, мне так кажется. Тогда ты это транслируешь. Нужно, нужно, согласен, да. Что вас вдохновляет, расскажите. Ну, не знаю, может быть, уже есть каким-то опытным путем приобретенный... А где у тебя генератор счастья, Вадим? Наверное, все-таки в какой-то музыке, в культуре вообще, в фильмах хороших. Смотрю мало, слушаю тоже не очень много. Ну, может быть, у меня просто такое чисто профессиональное отношение. Услышал, ну, что там хорошего. Две-три минуты мне достаточно, уже все понимаю. Как бы я с тем человеком, который это исполняет или сочинил, уже на одной волне, на одном языке я понимаю, что он хотел сказать, и мне хорошо. Что еще? Ну, погода сказывается, конечно, да. Тут и лето радует. Лето, ой, радует. Ой, можно я расскажу? Конечно, пожалуйста, да. Я хочу, я, я, можно? Кроме бабушки, да, расскажем. Бабушка всегда и мама. Peace, love. И на самом деле я бы хотела рассказать о том, что меня вдохновляют фотографии. Сейчас же мода. Инстажизнь. Инстажизнь, да. Да, и именно меня в последнее время вдохновляют качественные фотографии, классно обработанные, лайфстайл, может быть, городские какие-то фотки. Очень-очень круто. Есть даже у меня один любимчик, которого я люблю смотреть. Так что, если кто-то есть любители фото, посмотрите фото Олега Крикета. Если вы знаете, кто это, очень клевый парень. Он делает очень классные снимки, классные видео, классное все. Обожаю просто смотреть. Я вот вдохновляюсь изображать. Сама любишь тоже фотки. Я люблю все, редактировать, я иду к этому. Кто-то у Даши нормальный такой аппарат с портретной съемкой. Кто-кто знает, тот поймет. Я сейчас уже очень сильно фотки Тэнон снимать. Скоро я вырасту. Ты переквалифицируешься. Скажи, пожалуйста, будет ли какая-нибудь фотосессия, коллектив, например, Just Dance. Ты соберешь? Я соберу потом себя отдельно сфот. Мы везде прифотошопе себе. Или может быть выставка. Выставка может быть, понимаешь? Ну, во-первых, про фотосессию Вадим уже услышал. Так что все, команду будет фотографировать сама Даша. Выставка в каком-нибудь выставочном зале столицы или другого города. Обязательно. Как только я достигну этого уровня, просто level up. И я буду делать выставки. Скажите, вы много где выступали. Вот отличается атмосфера в разных городах, может быть, площадках. Вы ее считываете уже? В городах-странах. В городах-странах. Что-то, может быть, особенно свое. Или это все ерунда? Когда вы начинаете петь, вы уже сами гипнотизируете аудиторию и владеете ей. И настраиваете ее так, как вам нужно. Ну, по-всякому бывает. Ну, давайте пойдем. Бывает же зал, вот заходишь, а атмосфера тяжелая. Бывает. Бывает. А в городе Сыктывкаре мы были как-то. Ничего плохого не хочу сказать и не скажу, потому что было все хорошо. И город мне понравился. Так. Вот. А атмосфера была. Мы играем, играем. Одно отделение отыграли, второе концерт кончился. И я не понял, ну, понравилось, не понравилось. Это что такое вообще? Обратной связи. Обратной связи не было. А потом нам говорят, вы что, всем все понравилось. Ну, прям все в вас были. Вы в колонию приезжали? Ну, что? Может быть, запрещено было планировать? Ничего не понятно. Там страшно было, да. Но люди сидели и вот так вот очень спокойно реагировали. Ну, такие люди. Не бурно, да? И оказывается, это шикарно. Вот мне, кстати, вспоминается Нариск в связи с этим. Такая культура, да. Нижневартовск. Нариск. Тоже холодные. Холодные они, люди немножко такие... Ну, ты в Сыктывкаре еще не был. Ты в Сыктывкаре не была. Ты же там не была. Ну, вот я говорю, они такие немножко, они воспринимают все позитивно, и все равно у них немножко, они другие. То есть это не так, как вы в Краснодар приезжаете, да? Теплые, радостные. Да, то есть мы же, по сути, играем очень такие популярные песни, и наша программа, которую мы возим, да, мы возим программу, и вот каждый раз эта программа, ну, каждый раз вообще совершенно никогда не представляешь, что, как там будет. Как пойдет. Как. Ты как бы не лез из шкуры, как бы своей. И тут от людей очень сильно много чего зависит. А помнишь, как в Коломне? А что там? Год назад. Помнишь, маленький зал, 200 или там 150 человек. Да, было. Принимали, как в Олимпийском. Классо. Я так вообще ничего не знаю. Пастилу подарили. Это кайф. Пастилу? Как, Коломнец? Нет, пришлось купить. Ну, они услышали. Но принимали, слушайте, и пастилы не надо вообще. Вообще просто, да. Было в Тольятти, где-то маленьком городке мы были тоже. Тут в Тольятти, по-моему, тоже так тепло. А есть города, которые... В общем, завтра нужно тоже зажечь. Друзья, приходите. Приходите тепленькими. Тепленькими, разогретыми. Разогретыми. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Нам приходят вопросы. И мы поговорили вне эфира. Мне хочется тоже, чтобы вы поуделились с аудиторией. Сейчас такая пора, когда молодежь выбирает профессию, да. Когда вот этот стоит важный вопрос самоопределения. Вот вспоминаете себя в эти годы? Было ли такое, что не знали, чем хочу заняться? Либо уже знали, но говорили, эй, да конкуренция большая, да не едино. В общем, какие-то отговорки. Получили серьезную профессию. А вы сейчас успешные профессионалы в своем деле, где реально конкуренция велика. Но вы заняли свою нишу, успешные, хорошо. Вот что вы скажете? Какой совет дадите? Вадим, кто это? Я с высоты своих лет могу сказать. Ты, ну говори, с высоты своих лет. Посоветовать что-то молодежи, которая выбирает сейчас свой путь? Ну, есть же известная фраза. Если ты выберешь работу по душе, то ты работать не будешь никогда. Это занятие просто твое любимое. Вот этим, я и думаю, надо заниматься. Тогда не будет, наверное, каких-то кризисов таких творческих по работе. Не будут. Ну, будут, но они как-то легче будут решаться. Метания какие-то, может быть, будут, но основной курс он будет уже человеком понятен. А если будут, вот чем отговаривать в творческих специальностях? Не пробьешься, тяжело, ты бедным будешь. В артистических, да. Ну, чтобы... Надо большие сомнения лица иметь. Что в творческих, музыкальных, в актерских профессиях, там, это надо быть, значит, ну, прям вот звездой сверкать, блестеть и быть единственным. Такого достигают немногие люди. Потому что основная масса творческих людей, они вот помогают. Надо просто никого не слушать и идти вперед. Вот что. Ну, нравится надо делать. Даже если тебе все вокруг говорят, что это что-то другое, критикуют. А ты, конечно, слушай. Но все равно нужно. Не, надо прислушиваться к тем, кто действительно что-то в этом понимает, и к своим близким. Они тебе никогда как бы плохого не скажут. Я тебе говорю, занимайся. Слушай правильную музыку. Скажите, пожалуйста, завтра на концерте вот такие же переговоры будут на сцене? Просто это отдельное удовольствие наслаждения? А бывает, кстати, бывает такое? Прямо на сцене когда? Ну ты чего? Ну, Даша, ну. В основном я говорю, Вадим, как же вы так мимо нот? Так. После этого в тебя летит труба, ты уклоняешься. Я убегаю. И Даша чего начала? Не говори, не говори, не говори. И там уже сценка из фильма «Веселые ребята». Да-да-да-да. На голову, да-да. На голову. Что еще интересного будет? Приходите завтра. Узнаете. Клуб Алексея Козлова. В общем, Российка. В 20.00. Очень очень ждем. В 20.00, да. Ну, что еще нужно рассказать зрителям и слушателям? Что мы можем рассказать? Что альбом, во-первых, выходит, мы напомним. Все будет. Клип, альбом. Все это мы узнали. Скажите, знаете что? На чьи концерты вы сами бы сходили? Вот мечты, может быть. Или планы. Или планы. Ну-ка, задумаемся. Я бы сходила на концерт «Пинг Флойд». Очень бы хотела. Присоединяйтесь? Я очень сожалею, что Бьонс не приезжает сюда. Я бы сходила посмотреть на шоу, когда она была. Была давно. Я была 5 лет назад где-то. Ну, вот я не попала. Я была на концерте «Лара Фабиан», но мне прям как бальзам на душу. Мне очень понравилось. Вот. А так? На Нирваново я сходила, но уже, к сожалению. Понятно. Ну, послушай просто в записи тогда. Вадим, что скажешь? Я бы, я бы сходил на концерт. Кроме «Литзепплин» сходил бы, «Дипеопл» сходил бы. Мы были уже на концерте «Дипеопл». Ой, я была. Класс. Так получилось, что мы вообще на одном корпоративе выступали с «Дипеопл». Поэтому и ходить никуда не надо. Что сказали про вас? Похвалили? Про нас? Они были заняты своими делами. Но вы выценили. Мы их похвалили. Вот, кстати, друзья, начинающие музыканты, еще один плюс профессии артиста. Можно запросто на хороших концертах встречаться с легендарными артистами. Да, это, кстати, очень удобно посмотреть, чей это концерт. Спасибо вам огромное. Мы получили колоссальное удовольствие. А мы не хотели уходить. Доставайтесь. Чай попьем. А нас остаемся. Вы споете. Спасибо огромное, друзья. Джастин Сокис, стран у вас гостя. Спасибо. Приходите. Спасибо, ребята. Вы прекрасны. До новых встреч. Увидимся, услышимся.